Говорит и потасывает Ленинград. Ну у нас такой вот есть предмет, такая реликвия семейная. Вот это Пётр Первый в одном томе, Алексея Толстого. Вот эта книжка была у Набутова в вещмешке, когда он попал под немецкого снайпера, судя по всему. И вот эта пуля, видите, там сантиметра 3-4 от края, если бы она сюда попала, то мы бы уже здесь с вами не разговаривали. И я вот всегда думаю, тут, кстати, вот фотография, кстати, вот она. Это вот фото, сделанное в июле 41-го года перед уходом на фронт. Я все время думаю о том, какая была убойная сила страшная, что через 75 лет бумага сохранила вмятину вот эту. Футбольный матч. Да-да, футбол. После страшной блокадной зимы. Здесь, в Ленинграде. Он участник блокадного матча. Он пережил блокаду Ленинграда, причем в действующей армии, можно сказать. Он был такой частью города, любимой частью. Это, можно говорить, было лицо города. Команда мастеров «Адмиралтеец» и «Зенит» тренируется на зимнем стадионе. Вообще, это молодая профессия. Ее даже сейчас и профессией не назовешь, потому что нигде не обучают на комментаторов. Вы, наверное, это заметили. И в штатных расписаниях нет комментатор слова, а пишут обозреватель. Вот он в сторону подкрылся, переходит на левый фланг. Удар. Штанга. Еще удар. Опять штанга. У Виктора Сергеевича это было абсолютно легко. Он обладал неким особым чувством ритма. У него вот было исключительно точное отношение к крупному плану, где стопроцентный выигрыш. Крупный хоккеист со спины поворачивается и наклоняется. Понятно, что остается в кадре, да? Виктор Сергеевич говорит, Петров, вид сзади. Зенит в Садаку и Семиром. Оба полузащитника Завидонов и Дергачев пошли вперед. Гол требуют болельщики. И, как говорят классики, трибун гол назревает. Но я никогда не забуду вот одна встреча у меня с ним. Он такой грустный. Я говорю, Виктор Сергеевич, ну вы-то что грустите? Вы-то? Так, с улыбкой. Он говорит, Геннадий, ты не представляешь, какая это трудная профессия комментатора. Я вот это запомнил, а теперь-то я понимаю, что он мне сказал. Потому что все время он рисковал. И все время любой маломальский начальник хотел показать, что он значимее, что он Виктор Набут. На этом мы заканчиваем репортаж со стадионами Сергея Воронча Кирова. Передача была организована редакцией последних известий Ленинградского радио. Вел репортаж Виктор Набутов. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...